Друзья, приветствую всех. С нами сегодня в эфире нечастый гость, но очень долгожданная Ольга Романова, журналист, правозащитник, основатель организации «Русь сидящая». Оля, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот начну по следам, потому что Россия – это страна, которая меня не перестает удивлять, скажу вам честно. Когда Симоньян сказала в ответ на то, что применяются пытки к заключенным, подозреваемым и так далее, она сказала, что здесь во мне Норвегия, вот так все и будет. Я поняла, что будет очень весело и будет, может быть, даже веселее, чем сто лет назад. Поэтому вот начну с крокуса, вот по следам уже, да, там все пишут, что взятки, там, я не знаю, неправильная постройка, все убили и так далее. Но вопрос, главное, остается все же, почему американская разведка предупредила, а никто на это не отреагировал. Более того, когда все случилось, там, ни МЧС, ни Альфы, ни, там, я не знаю, полиции, никого не было. Все разбежались, как таракан. Вы знаете, чем больше времени проходит с момента теракта в прокусе, тем больше вопросов, как таракан. Вопросов-то все больше и больше, и если все-таки эксперты, очень многие в один голос, с самого начала говорили, ну, ребят, ну, ИГИЛ, то, что выглядит как ИГИЛ, то, что ИГИЛ берет на себя, то, о чем говорили разведки, что это ИГИЛ. Вообще это ИГИЛ и есть. А дальше идет, идет, идет расследование, и становится понятно, что, знаете что, а конспирологи, которые говорили, что, ай-яй-яй, не может быть, чтобы ИГИЛ, что, ну, это точно ФСБ. Вдруг думаешь, господи, а так уж получается, что, во всяком случае, российские спецслужбы каким-то образом либо соучаствовали, либо этим воспользовались. Потому что, ну, действительно, получается, как? Что громко предупреждали, сказали, где. А дальше происходит что-то совершенно невероятное, потому что, действительно, никто не приехал. До сих пор нет ни одной записи, ни с одной камеры. А ведь, действительно, камеры же были понатыканы везде, в Крокус-Сити, в поле и по дороге везде. Дальше появляется интервью этого, не знаю, долбоящего, наверное, человек так говорит, странно. Это, конечно же, настоящий сотрудник ГИБДД в Брянской области, нет сомнений в том, он так говорит, как настоящий сотрудник ГИБДД в Брянской области, потому что он не может связать двух слов. Но из этих его двух слов становится понятно, что он говорит про двух таджиков, которых ловили в лесу. Один из которых вот залез на дерево, а второго взяли сразу. А где еще двое? Становится понятным, что... А где оружие? Где они их взяли? Где взяли оружие? Куда дели? И очень-очень много вопросов, и все больше и больше. И абсолютно разные версии Путина. Такое ощущение, что сначала говорит юбилейный, а потом говорит Удмурт. И как-то между собой они это все не согласовывают. Юбилейный 25 марта говорит, что какое безобразие, да, вот, собственно, ИГИЛ, наущаемый там англосаксами Украины. А потом выходит другой и говорит, не-не-не, у нас такие славные отношения со всеми конфессиями, что ИГИЛ должен только умыться какой-то розовой слезой, подарить нам розочку и пойти дальше кого-нибудь еще взрывать. И мы понимаем, что скоро вопросы эти не найдут ответов. Точно так же, как... Это очень похоже все больше и больше на взрывы домов в 99-м и в начале 2000-х. Это очень на это похоже, потому что, ну, да, был шок от всего происходящего. И, конечно, мысли нет, не может быть. Ну, не может быть, что ФСБ взорвало Россию. Нет, ну, такого не... Ну, ребят, ну, себя-то, ну, никак. Так, а сейчас в этом нет сомнений, потому что мы уже хорошо знаем Владимира Владимировича. Уже знаем очень хорошо. И, конечно, вот эти все объяснения, да, действительно, Путин не раз гордился тем, что он сражается с исламским государством, с исламским терроризмом в Сирии. Да, и... А дальше какой-то, какой-то бред. Возникает вопрос, зачем? Зачем? Ответов на это тоже очень много. Гайки закрутить он может без всяких терактов вообще. Поднять народную освободительную войну против Украины, списав это все на Украину? Ну, послушайте, мне кажется, даже у долбоящеров есть какие-то в голове связки. Непонятно зачем, возможно, действительно, вот конспирологические теории про борьбу башен. Думаешь, ну, да. Вот если взять всю конспирологию сейчас и вложить в то, что мы видим, то как раз почему-то все сходится. А если взять обычный ИГИЛ, то вопросов все больше и больше. Зачем? Я думаю, что мы это узнаем очень и очень нескоро. Очень нескоро. И, конечно, вопросов к ФСБ будет очень и очень много. И я надеюсь, что, в конце концов, когда в России случится гражданская война и революция, это, к сожалению, неизбежно. К сожалению, это неизбежно совсем. То никто не повторит ошибки 91-го года, и первым делом будут брать архив, а уж потом все остальное. Первым делом будут брать документы. Это было важно, это была колоссальная ошибка. Отсутствие иллюстрации по этому принципу, кто был агентом, а кто нет, я думаю, что предопределило очень много плохого для будущего. Оля, а вот если мы уже вспомнили ФСБ, на что способно оно, на что нет? Все-таки на днях было объявлено об окончательном прекращении, так сказать, жизни вагнеровцев. Ну, то есть уже больше такой организации нет. И все же, вот если сейчас оглянуться назад, да, с Пригужиным, что это было за история, что это было, кто был его партнером, потому что понятно, что он действовал с партнерами, почему он передумал идти на Москву, или он торговался по, так сказать, в мире того, как он туда шел, и за что он торговался, и многое-многое другое. Вот сейчас, мне кажется, что эта история не проанализирована как следует, и непонятно. Она преподносится как такая выдавильная история за эти два года. Ну, правда, делаясь, конечно, поважнее. Но, тем не менее, мне кажется, что это очень существенный момент в жизни такой ФСБшной России, и ключ ко многим ответам на многие вопросы. Ключ ко многим вопросам. Как хорошо, что вы вспомнили про Вагнера, потому что как раз в эти дни Вагнер внезапно опять вынырнул. И выяснилось, что Вагнер жив. Более того, Вагнер смог договориться с ГРУ, с главным разведывательным управлением, поскольку Вагнер впервые с августа прошлого года начал большой набор добровольцев. И эти добровольцы, по-моему, в 20 уже пунктах России набираются. И это для Африки. Причем это не Сирия. Это, судя по всему, в основном Мали и, видимо, Центральная Африканская Республика. И, судя по всему, все эти истории командует человек по фамилии Елизаров, если не ошибаюсь, Антон Елизаров, с позывным «Лотус». Он был упомянут в завещании Пригожина, которое он явно составил задолго до смерти, ну или подразумевая, что рано или поздно он, может быть, убит, где он лишил всех своих наследников женского пола. Большой привет, да, большой привет просто феминисткам, большой привет мизогинным российским мужикам. Отодвинул всех и оставил все своему сыну, 30-летнему Павлу, включая и Вагнера, и все, но как бы таким дядькой над ним назначил этого самого Елизарова по кличке «Лотус». Помнится, Путин представлял некого другого начальника Вагнера, но он как-то промелькнул и исчез, ничем не запомнившись, ничего просто себя не оставив. А здесь все-таки этот всплыл Елизаров, из этого про него то, что он довольно молод, ему еще нет 50, и он сам тоже бывший военный, и он судимый военный, и он смог после судимости продолжить карьеру только в Вагнере, и он такой прямой наследник Дая Пригожина и Уткина. И действительно, Вагнер же был разгромлен, вы совершенно верно сказали, Вагнер же был забыт, и Путин несколько раз еще так сапогом, так как-то вот прошелся, чтобы вот ничего не осталось. И все наследие Вагнеру досталось ГРУ. Часть наследия получила, кстати сказать, получил Виктор Золотов, Росгвардия, причем та часть Росгвардии, которая находится на оккупированных территориях, не внутри России. И Росгвардия начала как пылесосом всасывать в себя тех желающих вагнеровцев, которые там хотели бы продолжить. Но для бывших заключенных, например, идти в Росгвардию зашкварно, как-то не очень. А вот сейчас солдаты удачи набираются вновь. То есть все-таки Африку оставили наследникам Пригожина. Казалось, что только ГРУ. То есть они договорились. Они, конечно же, договорились с ГРУ. Это, конечно, торговля, безусловно. Что можно дать взамен на то, что тебя снова пускают в Африку к твоим, в общем, авуарам, к авуарам Вагнера. Лояльность, конечно, безусловно. И, судя по всему, информация. Лояльность и информация. Значит, это нужно. Ну, лояльность нужна всегда российской власти. А информация как раз вот не всегда. Не всегда. Равно как вот мы с вами... Я периодически думаю вот какие-то очередные разоблачения Путина, например. А чем он... Чем разоблачение Путина, любое, может нас удивить? Ничего. Вот что Путин, что? Ничем? Вот ничего же, ничем не удивишь. Но, тем не менее, явно что-то было у Пригожина. Очевидно, совершенно было. Потому что они были знакомы почти 30 лет, если не больше. Со времен, когда молодой Путин только-только пришел в мэрию, был там шестеркой. И как раз Пригожин обслуживал все бандитские встречи. Но мы с вами об этом все знаем. Мы об этом знаем все благодаря и покойной депутатке питерского ЗАГС собрания Лурье, которая собирала Марине Салье, которая собирала досье на Путина. И уж дальнейший путь мы знаем хорошо. Но все-таки что-то Пригожин с собой в могилу интересно унес. Что теперь решено как-то вот все-таки... Оля, а вот у меня учит вопрос такой. Смотрите, они действительно, он был свидетелем всех этих его, так сказать, встреч, начиная, потому что Санкт-Петербург это же место было, но то, что все, что показано в бандитской Петербурге, так и было. Вот эту схему, когда срастались среда чиновников и бандиты, эта схема потом была распространена на всю страну фактически. они ее, так сказать, в жизнь внедрили. И все эти бандитские сходки, все эти разговоры, вот я видела недавно там какие-то шашлыки у этого самого, у Собчака, где они сидят в дивных нарядах, все и там о чем-то говорят. Я не верю, что Пригожин не записывал это. Вот прям не верю, не верю. Думаю, что у этого человека и до встречи с Бушем, вы помните, да, эти знаменитые фотографии, которые он тоже обслуживал в одном из своих ресторанов. Ну, куда делся этот архив? Вот вопрос, понимаете? Мне кажется, что наоборот, он должен был держать Путина, так сказать, за причинное место именно наличием этого архива, который должен был где-то там в швейцарском банке лежать или еще где-нибудь. Тем более, что есть очень много вопросов все-таки осталось по поводу деятельности Путина и его друзей в те годы. Ну, например, давно забытые имена, давно забытые имена, но тогда очень громкие. Убийство тогда вице-мэра Петербурга Маневича очень долго не раскрытое, и когда сейчас о чем-то говорят, что вот кого-то нашли, Иванова Петрова Сидорова осудили, а не признались, ну, ну, камон. Убийство очень близкого Путина человека, по фактически вот тогдашнему хранителю Романа Цепова, когда он поел мороженого, попил чай, если не ошибаюсь, у золота, у кого-то из ФСБшников тогда, и вдруг сшил здоровый человек, умер от лучевой болезни. Я напомню, что у Путина был конкурент, когда Ельцин пытался где-то остановить свой выбор, и гораздо более сильным конкурентом, чем все остальные, был тогдашний министр путей сообщения, и Аксененко, очень-очень сильный человек, очень близкий тоже и к Абрамовичу, и к Березовскому, сибиряк. Сибиряк выходит из многодетной семьи, никогда нечем не болевший, вдруг умер от лучевой болезни, опять же. И никого это совершенно почему-то не впечатлило тогда. Ну да, дома взрывались, конечно. Я думаю, что Пригожин очень много чего знал. Давайте еще вспомним такую историю. Был такой тоже вице-мэр в Питерской мэрии, который был рядом с Путиным, Юрий Шутов, который получил припитание. Что же я хотела о нем сказать, да, там же полигон народ и смертный. Автор книги «Собчачье сердце», который в итоге умер в пожизненной зоне, если я не ошибаюсь, Соликамске, в «Белом лебеде». И умер внезапно совершенно здоровый мужик, который был известен тем, что он в автозаке любил петь народные песни, типа «Славное море, священный Байкал», и вообще был человеком здоровым и, я бы сказала, оптимистическим. То есть люди, которые могут что-то говорить про Путина, они исчезают, они пропадают. То есть все-таки для него это важно. Для него это важно. То есть есть что-то, он думает, что действительно критически важно, критически важно для него то, чего мы не знаем. И представить себе это я не могу. Любовница, да боже упаси, господи, воровал всегда, да воровал всегда, ну что мы не знаем. А что-то есть. А что-то есть, что он вот так бережет, как... Есть и есть архивы где-то, но сумели ли они у него их забрать до его смерти или нет, вот это вопрос. Вот это большой вопрос. Это может быть поменено на Африку, потому что, конечно, ну кто такой этот Елизаров, донской полковник, да, чтобы осознавать все-таки ценность такого рода информации. Ну и от сына Пригожина тоже, в общем, ожидать, не знаю, решения биномов Тетона не приходится. Сейчас про Африку еще немножко поговорим, но вот я хочу сказать, что, например, Собчак тоже достаточно странно ушел, и хотя там мифология гласит, что ему не мог тронуть Путин, потому что Путин его спас, дескать, найдя ему самолет и вывезя его в свое время, но я думаю, что, поскольку Путин человек, так сказать, из недр КГБ, а они там умели все обставлять, знаете, как, ну, достаточно коварно, то я думаю, что он его мог вывезти, а потом грохну, потому что Собчак именно тот человек, который знал, сколько наличными, не относили в иностранные банки каждую субботу в городе Санкт-Петербурге и тот и другой. Ну и есть известное высказывание Людмилы Лунарусовой, оно, конечно, очень давнее, явно совершенно неосторожное, когда она говорит, что она никогда не скажет про обстоятельства смерти, но они очень странные. Что-то в этом духе она высказывала, и ну, с тех пор эта семья ведет себя так, как будто на секунду очень интересно Путину, и он по какой-то причине их не трогает. Не думаю, что исключительно испочтение к учителю, я думаю, что это поза, конечно, только поза, больше ничего, кроме позы, но и они демонстрируют, собственно, лизание сапога вполне себе вполне подобострастно. Я, кстати, видела где-то там в телеграм-каналах буквально на прошлой неделе какой-то такая шуточный был пост у Собчак, кто-то у нее спрашивает, когда закончится время для абсолютного неразглашения, и она написала, это время может закончиться только смертью. Ну, это все якобы так было обставлено полушутливо, но я думаю, что в каждой шутке есть доля правды, и для нее это время закончится действительно только в это время. Думаю, что они действительно сходят больше. И из этого она опять сделает очень хороший капитал. Представляете, изменяется власть, выходит Собчак, вся в белом, и сообщает нам, кто убийца ее отца. Безусловно, Путин. Ну да, такое тоже не исключено, если Путин просто по возрасту уйдет раньше, то почему бы и нет, можно еще немного заработать. про Россию и террор. Знаете, сейчас ФСБ предупредило публично, предупредило всех о том, что во время Олимпиады в Европе могут быть теракты, и что, дескать, они точно знают, они же любят зеркали, что будет покушение на Макрона. Это предупреждение очень похоже на шантаж, это предупреждение очень похоже на угрозу, на прямую угрозу. Как вы считаете, вот очень многие сегодня говорят, что Россия это самая большая террористическая организация Европы, потому что, во-первых, они общаются с собой подобными Хамас, Талибан и прочее, прочее. Это с одной стороны. С другой стороны, все их поведение, например, поведение в Израиле в секторе Газа, они готовили, как известно, теперь тоже это террористический акт, их поведение в других точках мира, там, я не знаю, Сирия или еще где-то, но и с поведением против собственного народа направленное. Разве это не террор? Да, конечно, террор. И мы все прочитали вчера и сегодня бесконечные твиты Медведева. Ну, понятно, что алкаш, ну, есть алкаш, но пишет он, в общем, то, что у остальных, но умеют. Впрямую пишут о том, как необходимо убить Макрона, его устранить. При всем при том, что надо сказать, что этим летом будут два больших спортивных события. Помимо Олимпиады все-таки еще будет чемпионат по футболу в Германии. Да, да, да. И, в общем, в террористической угрозе тут они совершенно равны, что Олимпиада, что чемпионат. Но именно Макрон становится мишенью. Макрон, который действительно сейчас ведет себя, ведет себя, господи, по старой привычке, на самом деле очень плохой привычке, хотел сказать, ведет себя как мужчина. Это отвратительное выражение. Просто отвратительное. Он ведет себя как смелый, мужественный, честный человек. И то, что над ним посмеивались и посмеиваются вообще-то, во-первых, все меньше и меньше. Во-вторых, ну, слушайте, такое ощущение, что его прорвало. Вот человек прорвало, он больше не может на это смотреть. Говорят, что они с Шольцем поругались, что Шольц сказал, что это недопустимо говорить о введении войск в Украину, а Макрон ему ответил, что ваше мнение никому не интересно. Что-то в этом роде. Но в любом случае, конечно, мы же все воспринимали его как гламурного такого, знаете, поймальчика, а он оказался таким, ух. Да и с ним что-то вылилось. С немцами все-таки другое дело. Я вот только спустя два года начинаю понимать их, потому что когда началась война, и немцы спрашивали мне, как ты себя чувствуешь? Я им отвечала, говорю, как себя чувствуют? Как вы? Как вы себя чувствовали? Теперь мы самые плохие. Теперь не вы самые плохие, а мы, русские, самые плохие в Европе и в мире. Это, понятно, коллективная ответственность и все такое. и я видела реакцию немцев самых разных, простых и сложных. И мне вот так пытались аккуратно очень говорить, почему мои слова не самые точные, не самые правильные. Тут я поняла, я поняла спустя два года так на ощупь двигаясь, поняла, они не отдадут, они не отдадут свою вину. Они привыкли быть самыми плохими и самыми ответственными в мире, и уж тем более в Европе. И они вот это свое завоевание, это же поколения выросли на этом, на чувстве вины, на чувстве ответственности. И они вот это свое завоевание, что не-не-не, что немцы должны нести ответственность. Они это не отдадут русским. Им это важно, за это хвататься. и я думаю, что поведение Шольца во многом и этим тоже продиктовано. Но надо сказать, что опять же, до русской вины еще очень далеко, еще очень далеко, но неизбежно, вообще неизбежно. Поэтому, в общем, немцы держатся за свое, за свою ответственность за происходящее после Второй мировой войны. они пока никому не отдадут, а тем более Макрону. Ну, это такая травма, которую очень трудно пережить и переживать исторически. Это правда. Еще слишком немного времени прошло. Что происходит в российской армии внутри? Потому что мы видим, что на фронтах происходит. Мы видим то, что публично. Бомбежки эти бесконечны, какое-то дикое зверское уничтожение Харькова и так далее. Но что происходит внутри российской армии, которая, ну вот, даже при всей моей фантазии невозможно представиться, что она может быть там как-то заряжена идеологически, что она может быть монолитная. Потому что когда ты собираешь свою компанию из отброса в общество, ну, то есть там какие-то зэки, люди, которые пришли, кто может добровольно захотеть воевать? Оля. Ну, человек, который не нашел себя в мирной жизни и, следовательно, к нему тоже вопросов много. Значит, у него все не так. Это я имею в виду контрактников, ну, и немножко там срочников, да, или немножко, не знаю. Но понятно, что когда собираются вот эти три, да, контрактники, зэки и срочники, не будет там порядка и не будет дела. А что там происходит на самом деле? Расскажите. Ну, вот смотрите, мне кажется, очень важно понимать, что случилось в конце марта. В конце марта, как раз 23 марта, пусть он подписал эту бумажку, прям в аккурат с Крокусом. Дело в том, что это событие, конечно, на самом деле большего стоит. Крокус все замылил. Он отменил помилование зэков, больше его не будет. Будет новый вид освобождения условный, но это все не так важно. То есть теперь будут забирать преступников непосредственно можно прям вот надел наручники, там снял его с изнасилованного ребенка или там с теплого трупа, надел наручники, он тут же говорит, что я хочу на войну, на специальную военную операцию, окей. Очень хорошо, иди, все, дальше ты свободен, называется условное освобождение, и не будет никакого суда, никакого срока, сразу же, да, вот это все, минуя все эти этапы, и минуя все СИЗО, минуя все, минуя. Но дело в том, что Путин подписал не совсем это, потому что этот закон действовал с лета прошлого года. Он подписал поправки, соответственно, чтобы этот закон вошел в уголовный кодекс, уголовно-процессуальный кодекс. Я почитала эти поправки внимательно и строго. Понимаете, в чем дело? Он собирается воевать всегда, потому что это даже не просто закон, который можно признать там утратившим силу, там, бу-бу-бу-бу-бу, он внес это в кодексы, он это вот разжевал. Новый вид освобождения, условный. Если ты отправляешься, подписываешь контракт с вооруженными силами, то вот сразу ничего не надо. Этот закон, который, он думает, что будет действовать десятилетия. Он десятилетия собирается воевать. И, смотрите, мы все ищем, где же Путин возьмет резервы, где Путин возьмет резервы для мобилизации, для контракта, для этого, для того, для сего. Если тюрьму уже опустили, опустили уже колонии, они закрываются. Несмотря на то, что колонии передаются все Министерства обороны, чтобы в них держали украинских военнопленных, все равно колонии пустеют, потому что все зэки идут на войну. И получается сейчас, что они не будут даже доезжать до колонии. Людей будут хватать на улицах и обвинять их в чем бы то ни было. Люди будут очень быстро соображать, что окей, они не отобьются и можно сразу уезжать на войну. Огромное совершенно поле для разнообразных злоупотреблений. Вот нужно следователю палку поставить. Берешь, кого хочешь, говоришь, что вот сейчас, давайте попробуем. Будете бодаться или, пожалуй, бриться? Пожалуй, бриться, скорее всего. Или посмотрите, как они ловко придумали с обменом прав. Теперь нельзя с правами стран, так называемых СНГ, ездить в Россию. Надо, значит, менять права. И ты приходишь менять права, потому что, как еще работать в России? А тебе повесточку. А тебе повесточку, а тебе повесточка военкомат. Тоже удобная вещь, тоже удобная. И вот представьте себе, что вот эти вот люди, гастарбайтеры, бывшие или нынешние, плохо говорящие по-русски, не имеющие образования, там, социальных лифтов. И вот публика, которая уже вся собрана из зон и собрана из СИЗО, собирается, собирается там на фронте. И мы все с вами видели, а кто не видел, обязательно посмотрите. Легко найти в сети. Потрясающий совершенно украинский документальный фильм, который на Берлинале в этом году взял приз. И этот фильм состоит просто из перехваченных разговоров сыновей с матерями, с женами. Просто вот солдатики на передовой просто общаются с родными. И родные, и родные, и женщины говорят, насилуй украинок, только смотри, не заразись ничем. А привези там, не знаю, стиральная машина, это пресловутая. Это все идет в разговорах. А как сын рассказывает в матери, как он пытает украинцев. Говорит, ты знаешь, на теле взрослого человека мужчина может сделать 21 розочку. то есть снимается кожа с пальцев, ну и есть 21 точка, понятно с чего. И она внимательно слушает, переспрашивает, говорит, какой ты молодец, береги себя, сынок, там вот это вот все. А как их не пытать? А как их не пытать? Это, конечно, вон они какие. Страшное свидетельство, страшное. И, конечно, все это не то, что безнаказанно, это все поощряется. Это все поощряется, поощряется насилие и жестокость. Совершенно понятно, что командиры, особенно командиры низшего звена, лейтенанты, они не могут командовать 40-50-летними зэками, которые прошли большой тюремный путь. Они не в состоянии командовать. Отсюда ямы бесконечные, да, из подвалов, разрушенных домов, куда отправляют тех, кто не подчиняется командам, за пьянство и прочее, прочее. Мы все время слышим и видим свидетельство того, что там творится в этих ямах, как заставляют друг друга насиловать и снимают это на камеру. И вот совсем недавно появилось свидетельство очередное про заград отряда. Это уже свидетельство с видео и с аудио. что, да, гонят штурмовиков на убой, а сзади идет настоящий, настоящий заград отряд. И с командой обнулить. Да, обнулить, то есть понятно, что сделать. И язык не поворачиваться назвать этой армии. Это, конечно, очень большая, это очень большая банда, огромная банда, очень страшная банда. И я даже не знаю, какой подобрать пример. Кроме средневековых ничего на ум не приходит. потому что любые примеры гражданской войны или еще другой войны, они все гораздо мельче и не описывают то, что происходит на самом деле на фронте. Но знаете, что еще? Тут сразу в один день получилось у меня несколько столкновений с извините, с нашими мальчиками. Один раз мне знакомая сказала, у которой сын ушел добровольно, и она по этому поводу очень сильно переживает, и она не поддерживает это дело. И она мне говорит, представляешь, я с ним разговариваю, как ты можешь стрелять в живых людей, которые тебе ничего не сделали. он говорит, подожди, мама, ты меня не понимаешь, я никого не убиваю. Она говорит, в смысле? Ты артиллерийский наводчик. Он говорит, понимаешь, это работа. Это просто работа. Я навожу, они стреляют. Я даже не вижу, попали, не попали, я не вижу. Я не в людей стреляю, просто работаю. Он искренне так считает. И я посмотрела просто очередной документальный фильм про очередных российских военнопленных. И вот сидит молодой военнопленный из бывших зэков, то же самое. И говорит, причем он говорит этой русской женщине фильм про то, как, собственно, русские, хорошо всем известная Виктория Ивлева в Украине, журналистка, которая давно и очень мощно помогает. И женщина, которая переехала вслед за пленным мужем, туда, к пленному мужу, чтобы помогать, вот она спрашивает заключенного пленного, говорит, как ты можешь убивать? Он говорит, подожди, я никого не убивал. Она говорит, в смысле, ты больше года был на фронте, и ты по специальности стрелок, стрелок, штурмовик, стрелок. Как в смысле ты никого не убивал? Он говорит, подожди, я стрелял в нацистов, это не люди, это не считается. Она говорит, погоди, нацистов, а ты сейчас где? Он говорит, я сейчас вот среди украинцев, украинцы очень хорошие люди, замечательные. А нацисты это кто? А у него это не совмещается, не совмещается совсем. Это половозрелый, нормальный человек, который явно не ест мыло по утрам, он нормально разговаривает, даже как-то связан вполне себе, у него что-то есть в голове, а вот этой связки нет. Для него люди, которые сейчас вокруг него, которые очень хорошо к ним относятся в плену, и он это воспринимает как должное, это совсем не те люди, в которых он стрелял, вообще не те другие. Ну, этот же феномен, это другое, знаете, он распространен везде и повсюду, люди не хотят. Я с удивлением, читая социальные сети, Оля, вдруг убеждаю, что 80% людей не хотят анализировать информацию, вот им вкладывают в голову как-нибудь Симоньян или там еще кто-то что-то, и они с этим живут, ну, потому что так проще, это как, я не знаю, это как быстрые углеводы, как наркотики, как еще что-то. Тебе рассказали, как обстоят дела, и все, но есть же еще один момент с этими так называемыми людьми, они же потом возвращаются, Россия потихоньку наводняется оружием, потому что возвращается она с оружием, и людьми, которые привыкли убивать и насиловать, которым это приятно, и ты всем читаешь каждый день новости, там, я не знаю, кому-то отрезал уши, изнасиловал какую-то там соседку, убил ребенка, и так далее, они же не могут остановиться, когда они возвращаются домой, и они опять попадают туда, откуда они пришли. Знаете, я тут услышала недавно, как дети, дети в школах называют вот эти вот уроки о важном, которые, собственно, приходят к ним, эти так называемые герои СВО, такие детей-то, на самом деле, обмануть очень легко, но они чувствуют, уроки о влажном, они называют это уроки о влажном, и как-то вот, Господи, ну, знаете, вот не обмануть, если не информированность, то хотя бы интуиция работает лучше, она у них не такая заюзанная, как у взрослого человека, понимаете, поэтому. они понимают, что они должны рапортовать, давать, давать нужные ответы на известный вопрос, они все прекрасно понимают, ну, вот о влажном. И, конечно, конечно, хотел сказать, обществу, нет никакого общества, да, подданные боятся друг друга, совершенно понятно, но дело в том, что, дело в том, что, я так понимаю, что главной целью Путина, собственно, является то, чтобы из маргинальных вот слоев, особенно из преступников, чтобы вообще никто не вернулся, потому что это же была ошибка исполнителя, пригожина. Ведь почему зэки вернулись в Россию, с оккупированных территорий, с фронта? Потому что он поссорился с Шойгой, с Герасимовым. Если бы он не поссорился, он бы не увез бы своих головорезов из Бахмута, оставался бы там, они бы там все бы остались, все бы там полегли. Он их увел и отпустил на волю в Россию. И совершенно было понятно, что дальше еще требуются зэки, но уже был пригожен отстранен, и пришло Министерство обороны. И не было другого выхода, кроме как обещать им то же самое. Иначе бы они не пошли. Им обещали то же самое, и поэтому вот я думаю, что больше 50 тысяч. Пригожин говорил, что он выпустил 32 тысячи. Головорезов, я думаю, что он наврал, потому что под Бахмутом легло 20, а он забрал 50. Там не сходится арифметика. Но 1025 действительно выпустил. И примерно столько же Министерство обороны успело выпустить. До тех пор, пока этот закон не вступил в силу, когда начали брать уже бессрочно зэков, так же, как и всех остальных. Но их активно очень всасывают сейчас назад. Прямо очень активно всасывают. Совершенно понятно, что, кстати сказать, вот опять же, в конце марта я увидела совершенно эпическую историю про одного зэка в Москве, причем-то, московская история. Значит, 51 года такой вот буйвол, такая страшная фоточка, но вот фоточка в мигаре у него за отвагу, фоточка. Он был осужден за причинение тяжких слезных повреждений, повлекших смерть. Сидел себе в зоне, забрал его Пригожин. Забрал, он полгода отвоевал на свободе. Дальше у него статья какая-то за порчу имущества или кражу имущества, что-то в этом духе. Загремел опять и снова пошел на полгода. Вернулся, то есть уже он сделал два круга, стал жить вместе с 40-летней женщиной, и вот ее-то он и убил. Ее-то он и убил, так как это было сразу после Крокус-Сити, зачем-то еще отрезал ее ухо. И вот он в СИЗО и он сейчас пойдет по третьему разу. Но он уже не вернется, потому что вот сейчас уже вот эти, они уже идут бессрочно. Что касается жертв, ну, конечно, о жертвах и о потерпевших никто не говорит, их интерес никого не интересует, но, знаете, в русском языке есть удивительное слово терпила. Да, то есть слово терпила вообще употребляют между собой и судьи, и следователи, и прокуроры, и адвокаты, и уж тем более все теребное население. Терпила потерпевший. А вот такого уничижительного слова к преступникам нет, нет. Это от, безусловно, культа насилия, от доминирования. То есть, если ты потерпевший, условно говоря, сам виноват, сама виновата, юбка короткая, сама виновата. Ты потерпевшая, ты терпила. А он сильнее, конечно, как виноват. Мне кажется, этот рогик восходит еще к сталинским временам туда. Там же к этому так относились. Ну да, в стране, где половина степила, половина охраняла, но как еще? Оль, я хотела еще у вас совсем уже коротко спросить, поскольку мы сегодня говорим о терроре, о каких-то там конспирологических, в том числе, версиях, вот все эти разговоры вокруг кубинского синдрома. Действительно, ФСБ может использовать звуковое оружие, потому что было расследование, вы знаете, большое на эту тему, что ГУР использует его для работы с иностранными дипломатами, работы с иностранными дипломатами и так далее. Вот насколько это отвечает, может отвечать действительности, или это пока что только какие-то конспирологические вещи? Ну, вы знаете, знаете, наша жизнь показывает, что конспирологические вещи отметать нельзя, невозможно. Мы же с вами читали и видели расследование, как ФСБ тоже вело себя по отношению к иностранным дипломатам, и без этого, как их сводили с ума. Когда, например, люди просто уходили на работу, дети в школу, охраняемая квартира в посольском городке приходили и видели там, извините, чужое говно в унитазе, да, условно говоря, или окурок, оставление абсолютно в месте. Это даже не запугивание, понимаете, что это тоже очень серьезная именно психическая воздействие, даже не психологическая, а психическая. Ты все время живешь. Ну, а нужно думать на том, что вот мы здесь, тебя никто не сможет защитить. Захотим, придем. Ну, да. И вот эти вот знаменитые шапочки с фольги, да, облучения, облучения, они вот вырываются в нашу жизнь на самом деле стремительно. Мы все слышали объяснения и Христа Грозева, и Романа Доброохотова, что, как они отметали с коллегами, с коллегами зарубежных, как они отметали очень много случаев заболеваний, с этим не связанных, вообще не связанных, и отсеяли очень и очень много, и забирали только те случаи, которые явно подпадают под этот самый кубинский синдром, гаванский синдром. И другое дело, что мы с вами все будем мнительными, но посмотрите, вспомните знаменитый Пегасус. Ах, такое дорогое устройство, это только для президентов, это только для Джеймсов Бонов, такого не может быть, бац, им обдороживаем Пегасус в своих телефонах, в телефонах журналистов и так далее, и так далее. Уж казалось бы, тем не менее, мы с вами очень многие, да, очень скептически восприняли, например, новость о том, что в свое время, что Дмитрия Быкова отравили. И он и сам к этому очень скептически отнесся, очень скептически, он же человек очень и очень трезвый. И вдруг выяснилось, что его правда отравили, и вот документы, и вот его отравители, вот они. Очень скептически отнеслись все, когда верный Путинец умер там в поезде на Тамбов, там Никита Исаев. Ну, выяснилось, что да, выяснилось, что да. И вообще тренировались на кавказских правозащитниках, которых никто не знает, да, к сожалению, к сожалению. и просто тренировались на малоизвестных людях, и они просто погибали просто так. И предположить себе, что такое они не могут сделать с кем угодно, это довольно глупо. И, конечно, когда Путин и Володин и Медведев и Патрушев и вся эта шайка говорит, например, что бежавшие русские за границей, вы еще там, вы объекты, в этом не приходится сомневаться. Но это они нам говорят. А я помню, как было убийц, если не как помню, я хорошо знаю, как в Милохине был убийц Степана Бандера, например. Я думаю, что ни национальность, ни расстояние их не остановят. Я-то говорю о 30-х годах, 40-х и 50-х. Это вообще было, 70 лет назад. С тех пор продвинулась наука убийства. Очень продвинулась. А пиццин в зонтике. Это было 50 лет назад. Ну да, и ФСБ ничего не остановит. Как бы это ни называлось, НКВД, КГБ, ФСБ, это все одна и та же террористическая организация, которая, наверное, одна из самых опасных в мире, а может быть, самая опасная. Оля, спасибо большое. Спасибо большое. Большую страну. Да, большую страну. Возвращайтесь к теме нашей беседы, конечно. Тут не могу не согласиться с Крещенским, что Карфаген должен быть разрушен. Их должно не быть. Спасибо большое. Спасибо. До встречи. И спасибо за поддержку Украины. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok